Как нарисовать симметричные губы? Я хочу научить вас относиться к лицу человека и к частям лица человека как к геометрическим фигурам, потому что я профессиональный художник, и я уже 15 лет работаю мастером перманентного макияжа. Меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студий по перманентному макияжу, первого открытого производства по пигментам, куда вы можете прийти на экскурсию, посмотреть, как это работает. С прозрачными стенами оно у нас. Так вот, мы, учась рисовать людей, и портреты в том числе, и даже вот эти вот части, знаете, все вы, наверное, видели гипсовые какие-то фигуры, которые художники рисуют постоянно, мы всегда начинаем с того, что обрубовываем, это называется обрубовка, то есть это голова, когда заостряются у него какие-то черты, и вообще построение начинается с того, что квадратно рисовал, в него вписал овал, потом там разделил, поделился, все эти части замерил, и вот это вот все. У нас сейчас с вами сложная форма губы, да, смотрите, давайте мы с вами другим цветом порисуем, и как обычно мастера рисуют. Они берут и начинают прорисовывать вот эти вот прям арки, и очень часто одна арка получается меньше, одна больше, одна пологовая, вторая там какая-то вот там резкая, и вот эти вот все детали просто сводят с ума, именно потому что вот эти полукруглые все вещи в лице, их очень сложно отцифровать, очень сложно сделать симметричными вот эти вот особенно бантики, да, нижняя губа, если уж взять, она условно полукруглая, поэтому мы сегодня с вами должны сделать эти губы геометрической фигурой. У нас получается, если так поделить, ну, тоже там условный прямоугольник, и мы должны найти всегда середину, то есть мы должны какие-то точки найти, от которых мы с вами будем плясать. У нас углы вот эти ротовой щели – это горизонтальная линия, и вертикальная линия – это у нас середина, прям бровей хотел сказать, середина получается посередке между арками купидона, то есть вот эта вот часть. И после этого мы с вами должны обрубить вот эти вот линии, которые у всех округлые, и уже плясать от того, как мы можем их замерить. То есть у нас вот есть условная высота вот этих арок, у нас есть, ну, вот середина губ, и мы должны иметь возможность замерить, и мы должны иметь возможность замерить влево и вправо вот эту вот, как бы толщину до вертикали. У нас есть вот эта вертикаль, которую мы можем замерить слева и справа, хоть с линейкой вообще без проблем. И у нас есть, получается, вот эта вот линия до уголка губ, слева и справа, которую тоже мы можем замерить в длину. И каждый отрезок равный. Мы можем замерить высоту. Ну, поделите примерно на три части, например, и замерьте слева и справа, когда строите. И вы можете это делать, например, какой-то плоской кистью, если вы это делаете на клиенте. Но я рекомендую вам на куче фотографий сначала отрисовать вот эти вещи, чтобы у вас уже просто как от зубов отскакивало. Вот это вот поиск отрезков в определенных частях губ для того, чтобы вы могли точно прорисовать уже потом вот эти вот округлые вещи. То есть здесь у нас круг по нижней линии, но его тоже сложно бывает, потому что мы же ищем симметрию. Очень часто бывает там вот здесь вот, например, как-то съедено или из-за мимики искривились губы. Вы должны попытаться их немножко выровнять, насколько это позволяет анатомия вообще, чтобы вы не вываливались на кожу, где поры и где волоски. То есть вы знаете, да, что мы работаем только в зоне, где вот эта специфическая кожа губ. На усы мы не выходим. На поры, на усы, на белую поверхность мы не выходим с вами. И вот эту вот губу мы тоже с вами можем обрубить. Мы можем сделать вот эти линии условно прямыми. Для того, чтобы построить сначала нижнюю губу, для того, чтобы понимать, что вот в этой точке, например, да, то есть губы разные бывают. Бывает она прям такая маленькая и круглая, бывает растянутая, поэтому вот эта вот фигура снизу, она может быть любой толщины и формы в зависимости от исходника губ у вашего клиента. Но вот эти вот точки все, вот эти вот толщины, вы должны иметь возможность замерить. И вот когда вы прорисовали, вот это все замерили, то вот в этом случае вы можете незначительно скруглить, то есть вот эту зону и, например, вот эту зону, когда вы уже построили и все отрезки замерили. И вот эту зону тоже вы можете скруглить. Причем вы должны скруглять слева и справа одинаково. То есть смотрите, вот это вот расстояние, которое я потратила на скругление, с левой и справа оно должно быть одинаковым. То же самое вот здесь. Оно должно быть одинаковым. Например, если я вот здесь вот с левой стороны клиента скруглю вот сильно, то есть потрачу вот такую площадь на скругление, а вот здесь скруглю немножко, то вроде губа круглая, но она получится уже скошенная. То же самое по верхней части. Если я одну сделаю арку такой прямо круглой и потрачу вот такое пространство на скругление, а здесь буквально вот такой кусочек скруглю, то вроде они будут похожи, но все равно будет одна такая пологая, а другая более острая. Поэтому имейте в виду вот эти нюансы. И если вы будете строить какой-то такой плоской кистью, например, а не тонкой ручкой, то она будет вам рисовать вот такими сразу отрезками большими. Это тоже вам будет упрощать жизнь, потому что плоская скошенная кисть, но об этом уже будет отдельный урок прямо на клиенте, плоская скошенная кисть, она как такой, знаете, условная мера отсчета. То есть вы прорисовали три прикосновения слева, три прикосновения справа. То есть она у вас как микролинеечка, которая вам будет помогать. Но об этом мы поговорим уже на другом уроке. Поэтому пока вот так на бумаге возьмите кучу, какое задание может быть к этому уроку. Возьмите кучу разных портретов. Если есть планшет, вообще круто, можно прям сверху рисовать. Если нет, то возьмите портреты, распечатайте их и прям на клиентах рисуйте, отмеряя, замеряя вот эти все расстояния. Потому что губы очень разные. Бывают губы пухлые, бывают очень тонкие, бывают несимметричные. Поэтому насколько можно, выравнивайте, чтобы все вот эти вот отрезки вы могли замерить и сравнить слева и справа. Все. Вот такой у нас недлинный урок сегодня. Всем пока.